Программатика. Анатомия внутренности наука про форму лудов, похожая на развитие органов, систем и организма в целом. Программатика. Анатомия, ботаника, генерология, геология, генеграфия, химия. То те, що вручають явища, функцію, фізиология, физика и таке інше. Що главное для морфологічних наук? Треба выучити назву якоїсь структур і співвідношення цієї структуры до інших структур. Ну, наприклад, треба знати, що є, як і нет, Європа, там є Україна, Франція, Україна, Франція і столиці, Франція. Проблизно так само описується і структура в анатомії. Анатомія, ботаника, генграфия, генерологія, 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 генерологія. за поднятия экономики, по реальному системному подходу до обыскового помогу положения на параде частин до обыскового тела, приятности с выполнением функций на зарагирование вековых статей и индивидуальных способностей людей. Прошлый день свидетельствует о том, что, безумовно, классическая анатомия, в первую очередь, она обучала суто структуру. То есть настолько богатый материал, настолько разноморитный, настолько тяжкий для запоминания, что, например, 7500 терминов, каждый термин всеки складывается с двух, а так не частично, что два, три, четыре, а иногда и больше слев. Если выраховываете, что это реально количество слев в анатомичные терминали, то нужно сказать, что вам нужно будет выучить более 20 тысяч слев. А латинская мова и более 20 тысяч слев – украинская мова. Справа в том, что жодного отношения, анатомичная терминология, не имеет доукраинской мовы, на жаль, и никакого отношения она не имеет до латинского слева. Анатомичный термин – это «властный имя». Это, например, как те, что святого Петра зовут Петро. Мы же не говорим, что на самом деле его имя – Симон. Иисус Христос ему сказал, что ты будешь карманом твоей церкви, а грейской мовы – Петро с карманом, а грейской мовы – а грейской мовы, и так далее, до бесконечности. Как самым анализ, какого завода на терминале, а не доречно, приблизительно, так уже стою. Не переключай. Остин кара – с каранельным кислором. Назвідки ли это название? Буквально на кара, когда темпа – это час. Вот это и часовая кисть. Потому что, видимо, она как 16-го столица Риолана писала себе эту бедручную. Когда я смотрю на своей скроне, то я чувствую – плынет час. Поэтому предлагаю назвать «часовую». А Симкист по этой деленции так называет «часовую». Мы не называем ее «часовую». Мы не называем ее «скроне». Понимаете? Это соответствующий украинский термин до соответствующего термина латинского. Так само и другие термины. Ну, вы будете встречать. Осса крас. Значит, крижова кисти. Но на самом деле дверевка, как говорится, священная кисти. Дурмата. Двердаринская волона. А буквально управляют пареньги – жорстока мата. А пия мата – мягкая московая волона, благочестива мата. Какое это мое отношение до латинской эпохи? Какие те, что эти слова, термины, латинская мова и не написаны латинской мовой, а украинский термины. Прошу линкара. Ну, я бы безумовно вместил себе какую-то информацию. Я бы приблизительно такую информацию, когда вы говорите, что это Петренко Наталья Ивановна. Информація интересна, но надо запоминать, что это Олег Петренко, и она Наталья Ивановна. В связи с этим, я говорю, что по-разному. Сколько это мовы учает человек? За полтора года. В ответственность, за полтора года навчание анатомии и изучение иноземной мовы. Если вы знаете 3000 слов англомовных, вы хорошо знаете английскую мову. Если вы просто не будете раховать количество слов, а порахуете только количество терминов, то 15000 поделить на 3, то это все равно, что вы выучите еще 15 мов. 5 мов. Было предназначено 3 европейские, западноевропейские, 2 скидноевропейские, 4 украинские. Небыто украинские. Что выучает систематичная анатомия? У нас, в принципе, такие вмешанные выученные анатомии. Спочатку выучаете систему органов, то-то начинаете, что вы день не сидите. Памыть будут исчезнуты, а не пройдут на прогненезе в двух кругах. То-то выучаете остеологию, потом артрологию, миологию и далее и подсунковый модульный контроль. Потом и миологию, потом спонологию, ангиологию и далее и декантроль. Потом неврологию, декринологию, остеологию, астезиологию и так уж где сунковый модульный контроль. А один из цих, на третьем, по модульному контролю, там принцип грозатей нетопографичный. Ну, например, кровопостащание и нервация охраны головы и шеи, кровопостащание и нервация стильных органитологов, кровопостащание и нервация верхних и нижних функций. Тобто, не только систематичная анатомия с элементами топографической анатомии, и, безусловно, существенная анатомия вручает также функцию вреда. Тобто, завтра я нестатня важки. вреда вреда у вас будут еще учить студенты, так же, а позади, где же стоят те люди, которые учили ваших батьков, тем не менее, у нас приблизительно 40% студентов с родином лекарей или медпрацовников, то не такой страшный предмет, как, мне кажется, на первую очередь. Но вы должны знать, что если родина не знает важливого предмета истология, или важливого предмета и микробиология, то это очень плохая. Ну, очень плохая. А если родина не знает анатомию, то она не понимает, когда приходит хворая, я говорю, что у меня есть гепатит, а лекарь не знает, что это такое, какая паратеза находится, еще там анатомия, а лекарь не знает, что это анатомия, и так без конца. Понимаете? Просто не знает, что и Анатолия, и лекарь не могу говорить. Ну, вы пока что записываете, что стыкнули, но мы с Александром Ревановичем вы решили записывать эти лекции. Может, они идут, я, наверное, не знаю, как они до власти идут. Но мы обминуем систематичную анатомию. Топографическая анатомия система систематическая анатомия и вот система, например, кровоносная. Великая артерия Это система судейная, кровоносная система, в артериальной системе, в артериальной системе. Система, например, зубушки, сонной артерии и окна. Допографичная анатомия, инший принцип. Это делярка тела, и эти делярки тела еще раз нашел. Какие раз нашел? Киски, съединения, миязы, органы, нервы, судины и так далее. Добавляйте взаимное размещение тканин, органов, судин и нервов. Резные делярки тела. Это имеет значение тех, кто хочет. Потому что уничтожение, оно имеет первый дом. Действительно, локализировано. Такого не бывает, что уничтожение тканцы все хотят. Но, в свою очередь, есть системные заболевания. Системные заболевания артерии, ВМ и так далее. Когда страждает вся система. Тому, надо знать и систематичную анатомию, и топографичную анатомию. Назад, обязательно проверювали, как топографичный подхит. А у нас систематичный. Но сейчас у нас было кровообращение систематичной анатомии. А мы весь час так общались с систематичной анатомией, на капитале нормальной анатомии. А при этом существовало и до этого часа, еще и существует капитал аппаративной хирургии и топографичной анатомии. Потому, что это связано с землями нашей анатомии, с перечисленными анатомиями, Макола Ивановичем, который всегда пропаганировался и пропаганировался в анатомии. И основным разделом хирургии, который называется аппаративная хирургия, и он обвазуется на топографичной анатомии. Далее, ели кава анатомия. В анатолийской аспекта анатомичных особенностей и индивидуального развития культуры, он то и не так. Он не припадает на цему. На цей сцене вы бачите, она начинает спить подношение чистым тела у плода, у дитины, и у дорослой дитины. Это связано с органами, которые находятся в теле. в анатолийской анатомии. Ну, и у нас же вековое анатомия, есть такие развития, как амбреология, и от грецкого амбреон, и от грецкого амбреон. Видите, вот тут представленный зараз 6-7 тысяч днём развития. И даже за зовнішими особенностями обладают, ну, сутки выразняются дорослой людей. Ну, и люди по пиловой веку, там даже смены такие відбуваются инвалидами. И тому, по анатомию Дейбакылова, веков, включая такие розділы зарядной медицины, я гляну дали. При словах гляну старый. Получая потребностей до верминностей бутового органа людей та двора. Про що дейться? Дейться про те, что с моего часу, вы сейчас попереснили, что происходит эволюция эволюции. И тому, треба знать, и она и подальше, может быть изменена на эту структуру эволюции в соответствии к эволюции. Тому, треба знать исторический развитие эволюции эволюции. Ну, на жаль, разумеете, теорию Дармена, яка, до речи, я всего лишь рипотезу, и ее перебившую. И тому, бедручно, как заявилось поревнявание людины, например, с червяками. Мозг и червь мают такую систему, носительство, зокременно. А отображение филогенезонервного системы у людей эволюции, дробинчастая, узлова, и далее трубчастая народная система. Та что, червяки и наши народы, знают, про это даже так, доказано. Это такая, ну, великая ступень перемешивания, что будет с организацией. А что касается филогенезона, то безумов. Умова идет про развитие людей. Когда был гомо пресенс, гомо габилез, гомо эректус, гомо сапиенс. И на рештой мы звали гомо сапиенс сапиенс. Это зрозумение про филогенезон. А такое поревнение с мавпами, с иншими тваринами. Что касается эволюции, на сегодня не выглядая, но таким гомо гомо полимерная анатомия, она важлива и користна для людей. Потому, что мы обучаем в эксперименте, на люди действуют лекарства, препараты, этапы хирургического включения, этапы реабилитации, адаптации, такого иного. Нам важно каким образом полимер с данными что касается организма. анатомия будет существовать как прикладный аспект такой эротичной наукой, как нормальная анатомия людей. Далее анатомия пластичная. Она настричит аспекту динамику виза и она врача в наших школах готовиться скульпторам и художественных скульпторам и художественных скульпторам Леонардо и других вносил большую внеску в развитых нормальную на то момент потому что, когда была потребна мальвати людину, то скульпторик художник, хорошая вещь Анатония, и потом делал хорошую картину. Если вы возьмете там до эпохи вытрощения картинок, пропорции лицкого тела, там спокойно, а когда была эпоха вытрощения, все часы были остановлены анатомии и экономики, то вы видите, что там гадные, оттворены все особенности художницкого тела. Патологическая анатомия – это совсем другой раздел медицины. Она улучшает вновь аромизму смену от плыва в разные заболевания души. Это карминезисплина, которая вместе с патологической физиологией объединялся такой раздел теоретической медицины, который назывался «загальная анатомия». То, кто еще спалитана на нас кафедры эй, кафедра гистологии, кафедра оперативной хирургии и филологической анатомии, то спалитана на патологической анатомии и кафедра патологической физиологии. Ну, далее есть церковный розет таких наук, их и называется антропология. Ценаука про похожие на эволюцию людей, но в уровне людских рас, это нормальные варианты будовые люди. Ну, есть много разных разделов антропологии, в том числе, например, структурно-любийство, потому что мова есть чисто искусственным проявлением, и так получается, как этот раздел антропологии. Это понятие антропологии, это очень широкое понимание антропологии, то есть все, что касается людей. Ну, и, безумовно, базисом этой науки есть анатомия. Поэтому, как я сделала подручник там, что посетить, или антропологии, то есть, как она играет, как антропологии подкрилили. И сначала идет опис и анализ, оборудование, кило людей. Ну, да, вы это не записываете. Далее вы нам читаете, что записывали, что не записывали. Динамика вашего остановления. Это просто поделиться. Значит, целая низка таких, как я показал, споревнений неисцитив. Это карманы и столы. Наука, праворазвитник микроскопичного довольно структурного строительства, структурного строительства, деятельность, экономия. Так как анатомию раздевают на эволюционную, экологичную, загаренную, поревняю, но так и истолою таким причинам раздевают. И мы в анатомии сейчас выкладываем элементные истоли, потому что неможливо разговаривать про мора, не кажучи, что это не давит по-другому. До таких же морфологичных дисциплин наложено, как истология. Цитология, так самое, истология вручается на экране каптора. Каптора истология, истология и эмблиология. В нашем университете где-то какая-то. А вот так само. И на анатомию вы сейчас будете сгадывать, и протеэкстралипинные, если оболонцы, например, шкулка, и 12 баллы, и шки, потому что в зависимости от этого зрозумели, что ему разные функции, разные функции. Ну, карминги цей гармии, и зараз все технологические методы, не дирки, а уроки цих истологических препаратов обливали и запарвали за допомоги разных компьютерных технологий. Бачите, жирают клетины, эпителиальные, клетины щетки, клетины, кровь, секретарь, клетины, шкулка, когда вам можно бачить продукты из секретации, клетины, сполученные от канин, сперматозои, только они считают подобные резонансы. Таким чином, чему мы про все это взглянем? Соберезно с тем, что сейчас эта анатомия, на уроке 21-го столетия, она не есть ее анатомия, я думаю, она была на площадке своего расстановления уроков 16-го столетия. Тому, что она сфокозоидами суммирных и благоскею анатомию высоты, гистология, цитология, амблиология, проверенная анатомия, физиология и взорвы биология, антропология и тарта. Тому, как вы читаете, с участием, ведущим, а вот я логанта, психи, суммирная высоты. Ну и сучасная анатомия разглядая форму трудового органа в системе организма родителей, психологов, как продукт спадковости, что изменяется, в зависимости от беологического и социального средств, и работа, которую выполняет организм в частности. Цему ведет профилы и онтогенезфилы, исторический развитие, онтогенезфилы, и онтогенезфилы, и онтогенезфилы, и онтогенезфилы. Тому что все же таки анатомия суть тела и нарезняется. Что там сказать про разные религионы земной публики, когда у нас захищали десертации по еще до подлевней залази, например, при Карпанском районе, в Полисе, Ивано-Франківской области и Вельминской области. Старый музей ультрасонография, 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 ультрасонография. Появляются деякие подпоказники и отрезняются по Карпатскому району, от нормы в Полисском районе, от 1,5 и 1,7 раз. Тобто это разнообразно, по-другому, в цих, например, районах Украины. А что там сказать, если мы будем поревновать себя с жительницами АПРО, и ЧАВСТРА? Ну, это не записывает. Зрозумево, что много разных методов и методов интересуют до загадотехнологических проходов. Что это связано? Чтобы мы знали, что обеета деснижения анатомии жива в IDF, а анатомии... что значит роз финанье, розсекание? Это было бы тогда, когда не было таких факторов деснижения, как там терапия, МРТ, эндоскопия. Но если они сейчас удивились, то и появится прогресс Анатолии. Это может выглядеть очень удивительно, и много кто смотрит из этого. Когда вы спросите, какая наука за последние десятилетия развивалась наиболее, то как вы думаете, какая это наука? Анатолия вверх. А что у нас вражение даже у лекарей, даже у работников наших сумерных капоток, что как так? Анатолия же сложилась в 16-м веке. Что там нового? А что там нового? Вы увидите, что количество терминов больше, чем 2-2 раза. И что эти термины запропонировали, вы думаете, Анатолия? Это мы сделали рентгенологи, узисти, эндовазарий, хирурги. Ну вот уявится здесь, что у нас была, например, артерия церебромедия, крапка. Потом сделалась артерия церебромедия, она имеет три гілки, крапка. А такая артерия церебромедия мает три вентиля. И в каждом вентиле мает три резко-чистилки. Почему? Потому что появилась возможность зайти туда, в эту судину, эндовазарий, и вытягивать звездные тропы. Чем сделать стентувание? Зайти туда и вставить эту ситочку, навколо якою утвориться стенка судины. Розумеете, что при эндовазарии закрепите, закрепите и так далее. А для того, чтобы это сделать, надо было выделить две отделы, а далее выделить те гілочки, в яку же гілочку зайти. А далее это надо было назвать, а потом нам записать в подручник, а потом вам выучить. Среди самостоятельствуются и приклад анатомии цены. С найближшим киркесным термином заявилась эта самая прозрая судинная система и нервовая система. Ну, например, у нас было базарное ядро мейн, зараз называется субстанцией номината. Так его выключилась на манклатуре, потому что, вважалось, что он не важный. Ну, кому она потребна? Нарези на кашисткой дручника из на манклатуре. Почему? А теперь включилась. Ну, почему? Потому что наибирже, спорсивши на января, хворобы альцгейпа, это дегенерация базарного ядро мейнера. И там мало того, что описали базарный ядро мейнер, но и детали топографичные отношения с іншим, мы поручно с ташованным структурами, потому что теперь могли вывести туди электрон, поставить дальше, что сделали Роман Эльдорейго, у него же была хвороб альцгеймера, и дальше стимулировать реальность его базарного ядро мейнерта. Что? Может быть, такими женщинам хвороба? Ни. Но болевшими станом, оно не на очном. И помните, это очень сложно, когда показывали, когда вывозили на прогулку президента, он в коляске ехал, ну ему поставили цей датчик, безмонен уже не разговаривал, но люди прочь проходили, прочь проходили, здоровались, потому что я помню, когда был президент, то всегда посмехался и здоровался. Мы все проходили, сказали, доброго дня, я помню президента, но ему приятно, им приятно. А так был бы, как Омич там где-то сидел, и вообще ничего не разговаривал. Поэтому, то качество життя, она большинство покращается у всех хвороб, и это и у деяких хворобов стоят хроническими, это невеликим плюсом, то есть та людина, яка мала, смог загинути за 2 недели, она хворяет 20 лет, и помирает, видит, что это хворение, и такие же. Тому, детализация, 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 потому что для того, чтобы что-то рисковать, на что-то впливать, надо знать, как оно называется, и где оно расширено. Ну, основная метода, которая будет свяжена в анатомии, есть макроскопичный метод, микроскопичный, электронно-микроскопичный, то прожектированные методы, инструментальные методы, как я уже сказал, рентгенологичные, антископичные, микроскопичные, микроскопичные, термографичные, магнитно-резонансное заправление, и такие же. Ну, то есть, представьте себе, что, например, из CO, как вычислили, наверное, это очень важно, чтобы не было другое, что это происходит. Но нужно приобретению наших элитон, которые появляются в то же entering этот процесс. В частности, Это их метаболизм. Отборительно сборживается их температура. Незначные чины, но нужно сейчас вымирять. Можно вообще намалювать на компьютерном терморах и намалювать этот инкуст, который проходит в карьере головного мозга, в период здействия какого-то певного. Не инвазивный метод, понимаете? Не треба чего порушивать структуру. Это не то, чтобы разрезать его, дивиться, чтобы вживить электром. Но, взагалей, не ошкорживающие тела людины, можно доследить структуру и функцию. Тому я скажу, и заявляет, в связи с тем, с великой криптизем парадомичных терминей, я думаю, что в подальшем цели процессы практически не отмажен. Я помню, как в свою очередь наши учители сказали, знаете что, на гражданине, у нас читала лекция профессора с первого концерта, когда ему сказали про какую-то функцию. И он сказал, что что вы говорите про функцию? Функцию будет учать на ней шикарно, а мне скажите про структуру. Нема моменту и жоднои структури, которая бы не выполняла какую-то функцию. И, кажется, сейчас есть очень важное, какие-то гармонки, там, или какая-то стричка, терминка. Но реализация, что она имеет большое значение, но мы пока что не знаем, какое значение она имеет, а потом, что она имеет большое значение. И так до мастерства. Но, на жаль, культура людей из анатомии уменьшается, а сложность питания увеличивается. Поэтому мы не можем уже казать только просто про структуру. Обовязково скажем, и, ось, загальнами такими фразами про функцию, и обучаем, и по-вотвечению. Ну, наиболее же метод, классический такий, это макроэскетичный метод. То, что вы видите, не здоровье нога, а добрый суток. Это самодоскодия, первая, наистарейшая метод. Зовношедшее тело, высажение его размера, форма отделения тела, биологичный знак царевости организма. То есть, мы можем сразу сказать, что человек, это и женщина, верный, охиловый учитель, первый период детства. И это... Далее, анкред, 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 и мы мало, что нам сдалось, без самотоскопия. А мы исправили. Выучение пропорционных, видно, что вы изучение и по конституции доследовательного, и так далее, и еще. Это же новейского треба заработать. Далее, мы порываем. Тогда уже сделаем, что сделаем доростку, выучить неоргани, и подавитесь, яку было умаец, а це на розвозе. Далее, мы пишем, что сделаем, как было Ивановича Первого. Последний умеросток заморожена труба в обществе. Прогнознат, что сейчас происходит, когда раз при компьютерной домографии, еще можно говорить, что там, МРТ, просто полезете на компьютере, делаете, а раньше такой сборник был, то рубили последовательно просто замороженную трубу. Ну вот приблизительно таким чином. Бачите, горизонтальный перерез. Ну, было на певном и левне. Началось ты, в отношении окон. Чином стиловый севитальный перерез, чином целый фронтальный перерез. Ну, и инъекции суды заварваны контрастными маслями. Их можно сделать просветление, або коррозию. То есть, например, заполнить суды пластмассою, а потом трубчасти органы заполнить суды, из-за крымочек, там, бронхиальный термин, а потом торганцем, поместитель слабировочей головы, чи кислоты. Вона ее разница заслуживается, только из слепок точной системы головы. Ну, как она выглядит? Вот, например, кровоносные суды, и сердце. Бачите, полную ее ухвитом, а артерии заполнили червоной массой, вверху заполнили, желтой массой, и папа бачил, что это в отношении артерии, как и возле кровоносных судов, и сердца. А саму тканину сердце за допомогу коррозии пробраны. Ну, а церальция? Цель, главный метод, это сердечные кисты. Значит, вот эти кистки с початку метки тканины ее вымывают, а потом их виду, и они такие, белые кисты, не заявляют. Это молодые кистки, которые открыты на практичную занять, чтобы вы знали, что это результат важной и неприятной работы препарата. Потому что мацерацийно находится у нас на галище, если бы у нас находилось, и когда вы пробовали пробовать мацерацию и подвозь, это был такой эксперимент, что чувствовали все, кто был морфологическим окружающим. Ну, и его макро-гиброскетичным обвязанным семья нашего карпинского анатомного академика Вороблёв. Ну, Вороблёв известен тем, что он борзомовал Ленина, но справа не все. Справа в том, что на то же что это был наиболее анатом Анатолийского союза, поэтому ему дорожили это сделать. Вороблёв побачил, что есть сборшение таких в истолеи сборшением 60-ти наиболее анатомия не сгродана. А за допомогою бинокулярного микроскопа или бинокулярной лупы Вороблёв вробил пропорок в суде или нерве и описал багато чего-то какого-то лежит на меже между анатомией и истолеи. Застосовывал что это метод прибавки микрохирургическими инструментами за допомогою застосовывания оптичных прилогов что дают невеликость больше 50-40 грн. Ну а это микроскетичный микроскоп тут есть электронный электронный микроскоп и сканурующий электронный микроскоп он действует 3-литровное изображение бренды то вы видите например как скануешься электронного микроскопа выглядит субь вот так мы можем побачить все это и вот так ее залезло субь изображение логушных органов за допомогою сучастных моделей субь субь синсетия диаграмм камер сердца нервовая ангиограмма вот за выплаты черно-белое забрали я могу как за угодно забрали ангиография бронхограмма большая половина ВВД ренеограмма субь черно-белое термограмма рязные тканины имеют разные метаболизм запрограмм на компьютере до определенной температуры и термограмма вот это указубковое изображение тамограмма ядерно-магнитное изображение биоскопию можно сделать лабороскопический метод исследования колоноскопия эндоскопия как делается за допомогою волоконистой оптики вот так выглядят разные отделы шумково-пешкового тракта гастроскопия ну например как делается аденоскопия чтобы побачить что мы прошли без крови полмай на крови вот в 20 году я решила в 20 году в 20 году можно побачить 20 год в 20 году в году в году в 19 году году в 19 году году 19 году у 20 год в 19 году На синониме было по 5-6, и это все равно. Понимаете? Ну, например, матка. Утром, згиб, гістер, метра. А повязково треба знать. Например, ну, много разных. До нашего часа залишилось, например, шумок. Треба знати, що це вентрикуліс, це в астри. Тому що це базилин не минуління, як астри. Це запалення астри. А з табаку з протреблення, з великослужня, що також існувало, що рапораспансовжено, вона вже виплала, тому що що її використовує. Це таке ж. Тобто відбувається змін термінологічний. Вон є суттєвно. В повязанні з точним назвами. Тому що це з тим, що відкривається, якось, якось, і закаленту вагонічні структури. Далі зібралося 55-й роботі. Парайська анатомічна наркоплатура. В конгурсі відбувається в ешчас, колонний наркоплатурний комітет працює в ешчас. Вон, коли, що свінці завершуюся на роботу, тут завершуюся наркоплатуру. Тому іноді дають сперечення ПНР. І на ректор. В 1997 році. Це у Сан-Павло, Бразиві. Отсюду. Спрощен универсальний. Называється спрощен. Сім тисяч 428 декіль. Отсюду на онкоплатуру застосовують теперішню часу. В 2001 році був прийняти так званий український стандарт, що й так, де валент міжнародною анатомічним випадком. На гад з того часу з'явилося дуже мало підручників, які застосовуються на екрана анатомічному терміну. Тому всі підручники застаріли. Розуміємо? Вони не відповідають підручникам. Коли мова йде про те, коли зародилася анатомія. Ну, вважаю, там в 11-му, 9-му столітті до нашої роки. Розуміємо, чому справа. Анатомія, медицина сучасна. Анатомія сучасна. Вона базисом є сучасною медициною. Це є європейська наука. Тому Бася Класуньову вона з своїм корінням пов'язана з стародамною ірецькою і стародамною Україною. Анатомія з індії і іскі де. Ну, ось так вони малювали. Ну, дійсно, щось схожа на анатомію, де? Ну, а з'явилася воно з тародамній Греці. Ці в кіляє грецькою назво анатомія розтвінає. Слово анатомія. Анатомія. Алкміон. Кратонський, так званий. Жур Кратоник. Ну, раніше всі ці дослідники, воно було жодо філософом. Разумеє, це було жодене. Я займався, наприклад, анатомією, чи там, физикою, чи географією, чи политологією. А філософа займався абсолютно всі. Ну, дійсно, я бію, що я бію, наприклад. Анатомія. Алкміон. Той він засновник анатомією. А Пифавор. А він теж анатомією займався. Я бію, що я бію, я бію, математикою. Це чому си вчитайші заснованні географією. А ще бачити ці піфаворейська школа. Алкміон зробив Кратонську школу медичну. Ну, і далі, іпатрі. Так, батька, батька на деці. На це випадок не стане. Оце Ігипократ. І це Ігипократ. Книжка Ігипократ. Це я почала показувати справу на гуще. Заме треба відноситись до всього з наукової до черзу. Тобто з великим скепсисом. Скажіть. Тобто здається, що ні. Справа тому, що іпатрі – це власник конюшні. Ігипок. Кони, крап – власник. А з тодавній реакції, потім в римі, до християнських період, людина немало власного ім'є. Це в прикрещеній християнстві дають ім'я на свіття. А так ми не маємо бути Платоном, тому що ми широкі. Потім купити кони і стати Ігипократом. Разумію. Тому є така точка зору, що це постати стати міфічними, на ці портретів не зупиняється. А ви думаєте, збірник Іпократа. І взагалі я датується 16 століття. Тому що те, що там у повному зібранні Братська, Іпократа, яка була надрукована до 1665 року, зібрала все те, що існувало на той час. І називали «Іпократовський збірник». Це так означає, що воно належило Іпократу. Але, безумовно, нам це приємно, що в нас є батька судді в медицині. Він хоч не ефічний, але все ж питав батька. Так, до речі, Аристотель. Аристотель – це буквально параплоди, даймо пам'яті, як називається, «собирателем тульським». Разуміємо? Таким ім'ям вона називали в різних людей. Тому, вон реально, як виглядає Аристотель. Вон такі є зображення і ось такі. Це вона і даші вона. А більше ні. Вона навіть називала. Цього називає Аристотель. Аристотель – стадіївит. Отсував просто Аристотель. Ну, нібито по-прізьму бачити. Забрали. Так само і Александр Македванський. Розуміємо в точку зору, за ритературною іроїку. Ну, а вже починаєш з історичного періоду, 16-го сторіччя. Ну, то, безумовно, історичні постаті. І такої є Людям Гарві. Бачите, це точно є портрет. Ну, а все-таки в Анатомії – це клавний галюк. Він створив анатомію, яка без змін існувала 13 століття. Це з чим пов'язано? З тим пов'язано, що була заморота – религійна, держава, заморота. Религійна – не держава, а вовітає там наросту людського тела. А Главдий Рим могло вже уникальний час. Тобто, імператором римським у Маркаврелі цих єдилий брифут в свіщат в історі історії Європи, коли імператор, чий там корінний держава був вчерпим і дружицякав. Це всю історію Європи являється. Не було такого випадку, що в начальні держава був вчерпим. А Маркаврелі – бідомий філософий був. І він дозволив своєму велика, я імператор, як я називав, продбором велика робити ростами. Той робити з дві ростами. І Маркаврелі – це збився, що він там таке, знайшо, показали, ну і таке і Шапотин 1300 років, якщо він дозволяв до робити. Тому заради посолатися на галене казав. Він все ж гален розуміє, він вже ростами робив. А він зробив ростами. І зробив велику кількість помог. Ну не може одна людина у себе без помогу зробити. І коли не вистачало, матеріал вже був не фіксований. Я вважаю, весь тричав всі свої тіло властивості, ставав неприватливим. Тому він доповняв ці знання, препаруючи там мав чи взагалі свійських тварин. Тому переніс анатомію тварин на людину. Тому була велика кількість помог. Були б 13 сантиметів, бачимо. Оце був клав біля. Оце був більш-менш. Раааа. Ну як ось Євлій був. Він в видатній матеріалі. Але препарував, як ми дозволяло препарувати в його часи. І знаходив, що щось не те. І що Галина писав, то ви знаєте, за 1300 років можуть люди не змінюватися. А Галина не помилявся. Оце як ось Євлій. Оце є в відомої вузі. Це місць, де сама смеє терапія. Тому що допомагає життю. Раніше це писали завжди на дверечі. А воно про досписи. Книжок з анатомією. Так і ізображений. Побітайте про час. Ну а лице? Де ж? Те що ви думаєте? Це лице? Це лице? Це лице? Такий благообразний, схильний філософ. До речі. У нас це такі маленькі можливо. Ну і так не було. Деякі провадливі. Хоч з помилками. Але цікаво. А далі? Якщо портрет. Справний людина. Леонардо Деюччя. Вірно, ти не зовсім провадливає. А кажучи, що краще. До речі, що було 55 років від не народження Леонардо Деюччя. Та думаєте, це Леонардо Деюччя? Зараз на десь більш розпорцірую, що це не Леонардо Деюччя. Ніде він не написав жодного автопортрету. Залишилися її малютки. Тому чисто такі малютки. Цей малюток татує. Тим часом. Коли Леонардо Деючч було 40 років. Та це йому 40 років. Важаєте, що це взагалі патрия одного з апостолів до тайного місця. До картину Леонардо Деюччя. Леонардо Деюччя. А цей голова апостола Леонардо Деюччя Леонардо Деюччя. Що цікаво, що де такі малютки працюваються. Вологи людей і коней. Під час там війні когось з ким. Цікаво, що обличчі людей. Те, хто нагадуєте, обличчя Леонардо Деюччя. Мало того, коня нагадуєте. Ну і те, Андрій Визет. Ну не так гарно виглядає, як історик пір. І не так гарно виглядає, як авіцет. Тому що це справа у нього порога. А там немає такого. Що там малювати, зі своєм другом Стефаном Каравко, кажучи з червоним носом. Тож від маму фу червоний місць. Тож немає чого працюватися особливо. Ось він написав лишній 540-х годинів, всіх ним пробудовували скорості. Оце. Одна з тарі блоківлодних мішок. І починається порогливий розвиток. Від гамма. Бачите, де у нас рецептуляється корови. Біорисенці. Такий метод, який тепер у нас тут застосується. Тобто жива собака їм показує. Скорожується серце. Є церковий хвороб. Таким чином він став не тільки, де видати немало. Тому що він була. Він сам так само розумівав. А ще й бать конфізірує. Тобто застосував експеримент. Широ. Для довезу певних анатерічних долож. Що стартував Каспаро Зелі, географічний суддин. Марчелло Барпігі. Продуктор у нас на Катерлян. Теж парокет Марчелло Барпігі. Бачите? Ну, я співвідношення між Алла Зоми, що були напрятели і внутрішнім місцем. І воно як правило на світла. Тому великі люди, вони мають священі, але одно навіть не правило на злочині. А чим... Тобто і в лікшій історії, коли начині всі імператори і висені таких галок, альбурдичній статурі. Отак овілядає анатомічний терап. Що це таке анатомічний терап? Це можна власне вважати анатомічний терап. Це лекція з анатомію. Оце овілядає. Відома, відома картиня, порок анатомії доктора Тюрб. Порок анатомії доктора Тюрб – це книжка. Оце доктор Тюрб, він був рамістів на 2-ркані, злочинці клавіців, і сам серед зробив. Тозвіл зробити росту. Тобто і зараз було б додаток. Забыкав, запросував своїй грузі, влікарі. І показав, це який пропорував, показав. Тобто, варень руху, вв'язок, влікарі. Забирали. Ну і, ако теж фотографій, не було б, запросував на картину, він намалював цю картину. Коли він намалював, то, значить, всі ці його грузи відмовились вплати на картину. Вони собі насподобалися. Відкоманні краще. Та що я Тюрб сказав. Знаєте, в вашій мій залишиться в історії. Це сертифіції картину. Так воно і вийшло. Тюрб відомий, як хірурган. А решта не відомий. Але точно є воно описані її прізвища, тому що відома історія цієї картини у зв'язку з історією або унесення цих лікарів у розвиток медицина. Ну, я ще там розвиток анатомії в Україні. Ну, прочитаєте це. Перша світська школа. Тобто там, де були моврахи лікаря, там медсестра, ну, звичайні люди. А при цьому блоківа Печерська лікаря, де монахи лікаря були людини. Так що ми зробили церкви, спитаєте, де нам заздрали поста у церкви, тут такі, там висять, Дам'ян церкви, Радаландий Печерський, який розвиток, творець Аберфель, чекав. Анатоній, це засновується в Європичевському монастері, і Радед Печерський, і його називається українським дипограммом. А у нас в Радушинському банку, ви знаєте, де церква Радеда Печерська. Анатоній, це дипога, безумовно, що це церква реагітних печерськів. Далі пам'ятає, що наука, що щось була вона міжнародна, тому підвалу булку Георгий Юрий, родом в здравовому початку, то він був, що в Ірландському Балунському університеті, і навігув рактором Балунському університеті, який розвиток Балунський процент, поцеливав парку, і інші пари, там, Кагорови, і те, що с ним дуже гарно. Ось тут більші, більші, такі, історі на фарту. Євомерянська була створена академія, чекалі, вони щось були, ви знаєте, що це цей частиць, цього народу, що була, зараз як Євомерянська академія, він і теж, вона, 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 якісь так звані, російські, анатомія, вона, 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 і з антаритетом є українські, бачите, Словеницькі, Щепинські, Максимович Анголик, Карпинські, Шуканські, з Полтави, ну і Маколій Іванович перешкав. Це Маколій Іванович переропопований, там, має, у нього, вишенки, в Євенській області, можна по цього часу бачити нічого запрозумований. Ну і Маколій Іванович переропоповав участь створені при університете Святого Будемера в Києві медичному групі, а його обічний професор Кезлов діверта були першим завідувачем наказу. У розкрит для скрит ну, як наказ Маколи І, це перші завідувачі Маколій Іванович Кезлов, а це перша лекція з анатомії, деято виразно читали 1842 року, так вибачити там був професорний випуск створенів 12 створенів були 12 створенів пощинах факультетного року. Зараз випуску 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 побудували університетський анатомічний театр. театр. Зараз усташований національний музей медицинного управління. Це було приміщення нашої випуску 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 не було такого апарата, який мав святову славу, таку святову славу, яку мав Владимир Васильчевиць. Цифра у нас володимир Васильчевиць. Ну, а далі називається компетент профессор Тихомиро, Стефані, Спиро, Кіфелі, Бобра. Це Тихомиро, Стефані, Спиро, Кіфелі, Бобра. Це його